На дворе стоял 2004 год. Мало кому известная финская компания под названием Bugbeer Entertainment разрабатывает игру, имя которой будет еще долго на слуху у людей. Несмотря на маленький состав команды, они сотворили историю, выпустив игру FlatOut. Но, к сожалению, хорошая история спустя несколько лет резко оборвется, но об этом чуть позже. После выхода первого FlatOut успех был обеспечен, игра заслужила признание прессы и очень хорошо продалась, а игроки ликовали отчасти. Игра разрабатывалась на собственном игровом движке. Физика была изумительная, так же как и графика. Несмотря на хардкорность игры, в нее было весело и интересно играть, благодаря различным режимам, тюнингу и напряженным гонкам. Плюс разрушаемые объекты вносили в игру больше реалистичности. Повреждения машин влияли на ходовые характеристики и малейшая ошибка могла привести к провалу миссии. Разработчики сами не осознавали, что сделали игру, которая послушает большим толчком для создания новой части. Мы с друзьями частенько собирались, чтобы поиграть в каскадерские трюки. Мы получали удовольствие от игрового процесса, особенно от вождения, и именно физика в первом FlatOut и по сей день остается эталонной в серии. Сколько бы лет с момента выхода игры не прошло, она вновь и вновь будет дарить незабываемые впечатления. После такого успеха разработчики незамедлительно принялись делать вторую часть, и им нужно было нехило повысить планку качества, чтобы игра получилась еще лучше, чем первая. Спустя два года багбиры выпускают вторую часть FlatOut и выводят серию на новый уровень. Так как бюджет вырос, они смогли с умом вложить деньги в разработку. Они улучшили графику, появился более дорогой саундтрек, добавились новые режимы. Но при этом игра стала более аркадной. Физика поведения автомобилем стала упрощенной по сравнению с первой частью. Но несмотря на это, вторая часть для многих фанатов стала лучшей в серии. В игру добавили взрывоопасные объекты, интерактивные элементы, персонажи со своими характерами, больше трюков. В общем сделали игру более развлекательной и динамичной. Разработчики не ударили в грязь лицом и показали фанатам, что могут совершенствоваться и делать еще круче. Доверие игроков выросло и все с нетерпением ждали продолжения. Спустя год разработчики выпускают FlatOut Ultimate Carnage. Они изменили структуру игры, добавили новые режимы, увеличили количество оппонентов, добавили новый саундтрек и откорректировали трассы. В игру внесли немалое количество изменений и было принято решение дать ей новое название. Это по сути и есть вторая часть, только визуально улучшена. Игру выпустили с целью перенести ее на консоли Xbox 360, так как внешний вид игры на PlayStation 2 имел свои графические ограничения. В игре, к сожалению, поломали немного баланс, если сравнивать с оригинальной второй частью. Новые добавленные соперники, бывает, вообще не едут, а порой их и вовсе не догнать. Но это все, как говорится, мелочи. Естественно, игра получила положительные отзывы от критиков и зашла на ура фанатам. Вроде бы все хорошо, есть хорошая игра, есть бюджет, могло произойти продолжение красивой истории серии Flatout, но разработчики отправились делать новую игру под названием Ridge Racer Unbounded. Игра попадает в руки голландской студии Team Six, но есть один огромный нюанс. Эти люди сделали уже более 20 игр и ни одной хорошей в их послужном списке не нашлось. Так зачем нужно было доверять им разработку игры с таким громким именем, это никому не понятно. При всем желании найти что-то положительное во Flatout 3, ну никак не получится, правда. Это ж насколько надо быть укуренным больным ублюдком, чтобы сотворить такое с игрой, опорочить имя Flatout и полностью убить репутации хорошей франшизы. Даже на мобилках игры выглядят лучше. И эту игру делали 4 года? Именно столько прошло с момента выхода Ultimate Carnage. У меня в голове до сих пор не укладывается, как так можно было налажать? И куда смотрел издатель, когда пустил игру в массовую продажу? Я конечно многое могу понять, но Flatout 3, здесь стерты все границы понимания. Сплошной фейспалм. Прошло еще 6 лет после этого хаоса и безумия. 2017 год. Вроде бы все уже забыли про Flatout, но вновь он возвращается в виде 4 части. Но видимо, новые французские разработчики толком так и не поняли, что встать с колен после такого провала практически невозможно. Но тем не менее, делают попытку воскресить Flatout. Команда разработчиков уже имела опыт по созданию автосимуляторов. Они выпускали WRC 5 и 6. Они хотели максимально подражать второму Flatout. Они сделали похожую систему повреждений из второй части. Даже стилистику они сделали примерно такую же. Но казуальность игры зашкаливает. Все противники легкие. Сбил больше объектов, накопил нитро и ты уже первый. Графика и игра особо не блистает. Гонки быстро надоедают. Управление еще более-менее и саундтрек неплохой. А так это неудачная попытка воскресить легендарное имя Flatout. Четвертая часть не цепляет, как первые части серии. Авторы попытались взять лучшие из предыдущих культовых игр. Но увы, ничего нового и интересного нам не показали. Если хотите что-нибудь похожее на Flatout, поиграйте лучше в Avrigfest. Ее как раз разрабатывали Багбиры. А у меня на этом все, друзья. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальчики вверх. Удачи вам и хорошего настроения. Не болейте. Пока.